Да, они уехали без обеда, и я переживаю, что уже вечер их нет. А пастор спрашивает, а где молодежь? А я говорю, да видно, их не выпускают. Он говорит, откуда? Я говорю, из тюрьмы, ну так получилось. Но их там покормили, и для меня это очень хороший знак. Потому что мы из Азии, и для нас, когда тебя садят за стол, это такой важный шаг. Поэтому за сколько лет первый раз? Да, за 15 лет это первый раз их посадили, их накормили. Ну видно, хорошо, они там посвидетельствуют. Поэтому, пожалуйста, кто ездил, можете тоже поделиться. Выводите свою команду. Команда, где команда? Команда. Ну, я уже второй раз был в тюрьме. Первый раз, конечно, было напряженно. А сейчас прям шел с таким желанием, жаждаем, что там понравилось. И мне в прошлый раз не хватило времени что-то сказать. Миналия път не ми достигна много времени туда кажа нечто. Но сейчас я знаю, что мне будет время, чтобы какое-то слово донести до ребят. И вторник перед этим я вечером выгуливал собаку, молился и думаю, ну вот что я им скажу? И Бог дал слово поговорить за жертву Христа, за спасение. Все-таки мы там делали пасхальный концерт. И когда я пришел туда, и вот Бог действительно дал такую идею. Ну, там такой старый, вот можете себе представить, советского типа актовый зал. Там и на старый актовый зал, вот советский тип. И вот мы стоим на сцене, поем, прославляем Бога. И заставив меня на сцену, прославим их Бога. Эдди дал слово, Даша дала свидетельство. Вот тоже мощно все сказали. И Даша дали одно свидетельство. И вот я выхожу, думаю, буду я стоять, ну тоже вот так на сцене. Я с Лязух и с Апитах дали достоинство, что такая на сцене-то. И думаю, я все-таки молодежный пастырь. Есть несколько вещей, которые мне простительны. Поэтому там была такая перегородка, где начиналась сцена. Я просто ее перешагнул и сел рядом с ними. И они немножко так удивились, что я прям сидел вот так вот рядом с ними. И я говорю, ну, спокойно, я молодежный пастырь. Я могу себе позволить, это не взрослые пастыри, у которых есть там статус. А мне скажут, он молодой, ему можно. Но этот шаг я прям видел, как расположил меня к ним. И когда вот я говорил свое вот короткое слово, которое мне дал Бог, я старался всматриваться в глаза многих ребят. И они действительно смотрели с очень большим желанием. И те наистина гледаха с много голямо желание. Очень впитывали то слово, которое вот до них доносило Господь. И когда мы молились за молитвой покаяния, я видел, что достаточно много людей закрыли глаза и произносили молитву. То, что я молился на болгарском, мне приходилось переводить с русского на болгарский. Я такой еще всматривался, ему что-то там посмотрит, мне как-то подскажет, типа наоборот, сказать какое-то слово. Но я видел зато лица людей, и это действительно прям приободрило. И я надеюсь, что мне все-таки выдадут пропуск, я буду ходить с Эдди вместе каждую неделю. Потому что действительно мне это вот прям служение расположило, мое сердце к этому служению, прям есть желание, и Бог дает силу и слово. Служение, и Господь мне дал желание. Мне во второй раз тоже было напряженно. На меня за второй раз мы бежим напрягнуто. Даже как-то мне внутри было даже тяжелее немного, чем первый раз. Даже мы бежим потяжку в отри, от какого-то первый раз. Но было очень классно, потому что мы собрались большее количество людей. И меня очень восхитило, как Даша смело им сказала какое-то слово. Может быть, во всем этом мероприятии, то, что у нас было, меня вот это больше всего восхитило. Потому что даже просто там стоять и выступать, как бы просто там играешь. И как-то уже, у меня, например, как-то странно. А вот говорить, меня это очень восхитило, и я думаю, что Божья слава проявилась через Рому, через Дашу, через Эдди, через каждого, кто был там. Я была в тюрьме в первый раз. Разбег в затвор за первый пот. И не в последний. Или за последний пот. Ну, я когда пришла туда, ну, там вроде как проверка, вроде как-то, ну. Ну, я такая напряглась. А потом, пока мы там ждали полчаса, 45 минут в час, я уже расслабилась. После Дука-Тучаках мы там половин час, четыре минуты, один час, вечер с отпускных. Там такая комнатка два на два метра буквально. И там мимо шейна стаечка два на два метра. Или петь на петь. И я там уже хожу туда-сюда, мне уже спокойно. И в деталях там вечер, мне спокойно. Пока всех остальных мы ждали с Эдди. И остальными. Дука-Тучаках мы сечки устанули. И потом мы же заходим, так тоже вроде, ну, нормально, на тюрьму вроде даже не похоже. А потом мы заходим через еще одну решетку. И вот тут вот понятно сразу настоящая тюрьма. Три этажа, вот так вот наверх. Представьте, примерно цилиндрическая форма вот такая вот и наверх три этажа. Кто-то за какими-то решетками курит вот так вот. Типуши смотрят вот так вот. Глядать в ней. Все охранники со всех этажей вот так вот повернулись, смотрят на нас. Всички позачиво, всички этажа не глядят. Ну вот тогда, честно, булки поджались. Пока мы в малку вечеса напрягнули. Потом мы уже пошли в этот актовый зал, и я там снова расслабилась. Вот пока мы все расставляли, там подготовили песни потихонечку. И только-то подготовили там песни-ты. И потом уже, когда прославление, все прошло. Следва имаши прославления, всичку мина добре. Ну, мне было немножечко непривычно, потому что это не то же самое, как здесь прославлять. Очень сильно отличается атмосфера, там совершенно по-другому. Атмосфера там и на полную различная, и все отличало, вот сколько туда пеинтук. Вот, а потом мне надо было выйти и сказать свидетельство. Следва прямо сюда излязла и докажет свидетельство. То же самое, которое я в прошлое в воскресенье говорила. Все, что такое, ты рассказывал, минул это неделя. Я выхожу, значит, к ней. Я еще спряталась, значит, за своей стойкой, где у меня ноты. Где у меня вот там вот я с гитарой, вот так вот встала. А потом я такая, не, наверное, надо к ним выйти. Я такая, полметра вперед, вот, какая молодец. Я вот так вжалась, вжалась, и у меня вот горло зажало. Я такая, ну все, ну отговорись, я сказала, добрее, всегда тряпу говорили. И я такая, начинай, у меня что-то, что-то даже заготовлено было. Все забыла. Но вот и за вечер до этого я, в принципе, очень сильно молилась, чтобы все хорошо прошло. И потом уже в какой-то момент я только расслабилась. И уже Святой Дух пошел, начал делать свое дело. И вот тогда уже и полегче стало. И я тогда смогла ему сказать, я думала, что я девушка, ну для них ребенок, что я могу им вообще сказать. Ну, в итоге у меня получилось им донести, что Господь любит всех нас, независимо от нашего прошлого. Так что слава Богу, меня провел через это. Но вообще классно было, классно. Так что если вдруг есть желающие, в следующий раз поехать. Это круто. И прям видишь, что в какой-то момент люди, ну у них интерес появляется, и они вот так вот глаза сверкают. И вижу, что в какой-то момент чехор это проявляет интерес, и учить им блестят. Господь делает все, что надо. Господь, больше всего, какой тут рябли. Хочу добавить по поводу Дашиного свидетельства, вот взгляд со стороны. Когда Даша вначале вот начала свидетельствовать, увиделось ее напряжение. И она просто вот так вот стояла. И говорила, как просто говорящая статуя. И потом просто было видно, как к середине действительно она пустила Духа Святого, начал он ее руководить. И она где-то с середины своего свидетельства и до самого конца с настолько уверенным и мощным голосом им вдалбливала. Она просто вдалбливала, что Бог вас любит. Он не смотрит на ваше прошлое. Примите его в свое сердце. Что я подумал, блин, если бы было на их месте, я бы такой, окей, 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 окей. Это было суперуверенно сказано и прям действительно как гвоздь вбитый был. Это было суперуверенно сказано. И думала, что уже будет полегче. И когда зашла туда, подумала, блин, что я вообще здесь делаю? Я вот так вот по всей тюрьме с этим пузом. По этим этажам поднялась в актовый зал. Я думаю, эти люди подумали, что это беременность здесь вообще делает. И в общем, не знаю, было прикольно, но все равно, конечно, чувствовалось напряжение. Чувствах себе пак напряжение. В таких служениях, конечно, очень важно прямо предоставлять себя как сосуд Богу. В таком служении важно да се представишь като Съд на Бога. Чтобы Он просто сам все делал, а ты... Главное, короче, прийти. И начались очень сильные атаки перед этим, перед тюрьмой еще. Имахме атаки перед да влезем за тюрьмой. Прямо по всему здоровью прошлось хорошенько. През здравето? И насмарк, и кашля, и хрена, и кашля, и горло, и по желудку ударила, и стомаха. Потом еще врачи гадости и про ребенка нашего наговорила. И гадости ми говориха за детенство. И, короче, вообще выбило немного. Вот, но... Слава Богу, Он дает как-то силы, всегда ободаряет нас. И не обудряла. И вот реально побождая вас просто брать... Подбождаем ви насърчав. Да. Чтобы у вас было желание просто служить, и если будет это желание, то Бог просто вам будет прикладывать служение. Ще ви прибави служение. Будет давать вам будрости, как служить, и будет вам давать как бы силата делать. И как да... Да, да имате сила да говориште. Вот. Аз искам да благодаря за всички, може да им раздракопляскате на тея младежи. Това наистина е голямо насърчение и за мен аз от години се моля... Для меня ето большое вдохновение и я гадам и молюся... Да имам заместник. ...що у меня был заместник. И сега вече съм сигурен, че мога да отива в Сирия. И имам заместник. И теперь я уверен, что могу уехать в Сирию и у меня теперь е и заместник. Ще глупам се, когато трябваше отиве. Ще чу, конечно, когда нужно будет я поедать. Аз благодаря на Бог за тези млади хора. За смелостта им. Когато влязахме, аз представих първо нея, разбира се, и казах, виждате ли кой идва тук с кого? Когато мы туда зашли, в первую очередь Аня представил, говори, смотри, с кем я пришел. И мы писали всем пропуска. И аз си направих, сега викам, само един пропуск няма за бебето. И я пощутила, что у нас только еднова пропуска для ребенка. Това влезе нелегално. Он нелегально туда зашел. Въпреки всичко, искам да ви кажа, че тези деца за мене, младежи, девойки, и жени, са много смели. Защото наистина вътре не е много приятно. Всички знаем, че там са наказаните. Но и те са хора. И те се нуждаят от любов. Им тоже нужна любов. И те се нуждаят да видят Божията любов. И толкова години съм чакал помощ. И Господ наистина е добър. Той дава повече, отколкото искаме. Наистина, хората, които трябваше да бъдат там, бяха. Люди, которые должны были прийти, они пришли. Чуха. Они услышали. Приеха. Они приняли. И за нас няма значение колко бройки. Снимки в вестниците. Фотографии для газет. Реклами. Това служение е трудно, защото няма кой да те потупа по рамото. Няма къде да изпъкнеш да видя, че си служил. Тебе негде выйти и сказать, вот я послужил. Это между Тебо и Богом. Искам накратко да ви кажа в началото на това служение. И коротко хочу сказать, что в начале это възслужение от брата. Няма да кажа кой брат. Один брат. Бях обезсърчен къде Тебе плода от цялото това служение. Много обезсърчили типа спросили где Твой плод от всего это възслужение. Почти бях отпадал и бях се отказал да ходя. И честно говоря я очень сильно расстроил си, уже думал не ехать. Обаче вътре в мене Бог качели проговори. Но внутри въ мне Господь проговорил и ми каза каквото интересува плода Ти. И сказал что Тебе интересует твой плод это мое дело. И в расстояние на няколко дена ми показа хора които са повярвали и излезли навънка. И Господь мне показал несколько человек которые там были и они сейчас вышли на свободу. И бяха така облечени така добре облечени. И они были хорошо одеты. И това така ма докосна. И это мне очень сильно къснуло си. Че Бог действа. И ние не сме те, които да държим сметка на бройката. Бъди верен на малкото и Бог ще постави над многото. Я заблагославен наистина както и те бяха така огнени и са Даша двоен герои днеска да имате желание да служите. Защото ние сме ученици на Бога. На Христос. Ние не сме само християни с името към отзади. Ние трябва да хорим и да служим. Един ден скоро Иисус идва и не бих желал никой от нас да чуи не те познавам дръпни се. Това са много тежки думи които никой не трябва да чуи. И за това трябва да служим. И поэтому му должны служить. Дайте любовта която взимате. А дайте любов которую вы получаете. Не трябва. В Българии има един израздръж малко. В Българии есть одно выражение. Дай. Дай. Трябва да давам. Мы должны давать. Бог да благослови. Пусть Бог пуст благословит. Знените. Гампетирава. Продолжение следует...